Иван Алексеевич Бунин. 10 сентября. Почти все дачи были уже пусты. Шло начало сентября. На сад, на желтые клены, то и дело шумно сыпал крупный дождь. Все сквозь солнце и быстро стихавший. Отец и мать говорили, что пора возвращаться в Москву. Она отвечала холодно и небрежно, ступайте хоть завтра, я раньше десятого не поеду. По целым дням она лежала на диванчике, в комнате рядом с гостиной, с шалью на плечах, с книгой в руке. То бессознательно читая, то упорно глядя своими красивыми, коровьими глазами на желтизну сада за окнами. Мягкая коса заплетена кое-как, слегка опухшее лицо бледно. Дни в молчаливом доме, где жили только отец, мать, старая нянька и молодой лакей, шли медленно и однообразно. И также медленно и однообразно шли в ней все одни и те же чувства, мысли, воспоминания. О том постыдном, что случилось с ней летом и казалось ей самым значительным в мире. Порой она мрачно-насмешливо ухмылялась, подбирая ноги и одергивая подол. Да, если бы кто знал, глядя на эту серую юбку, то чего вот-вот уже не скроешь. Масальский каждый день заходил часа в четыре. Вот слышно, как он бодро говорит в лакейской. Здравствуйте, Сергей. Дома? Князь с княгиней только что вышли на прогулку. А княжна? Княжна дома-с. Потом шаги в гостиной и притворно-простой голос. Княжна, можно к вам? Ей казалось, что он знает дачные сплетни о ней, то, что она брошена, обманута, и даже то, что недаром решила не возвращаться в Москву до 10 сентября. Догадывается, что она назначила на этот день последнее ожидание ответа на все ее безответные письма в лагерь под Петербургом и в Петербург. Но приход Масальского все-таки доставлял удовольствие. Он давно был тайно влюблен в нее, был с ней неловко весел, над ним можно было издеваться. И она медленно отзывалась. «Милости просим». Он весело входил. «Здравствуйте, княжна. Чудная погода. А вы все с книжками». Она презрительно пожимала плечом. А вы всегда с одними и теми же фразами. И не вижу ничего чудесного в том, что льет с утра до вечера. «Да ведь льет с антрактами. Грибной дождь, как говорит ваша нянюшка. И очень хорошо, что вы не уезжаете». «И совсем нехорошо, что вы тоже не уезжаете. Почему?» — позвольте спросить. Он садился в кресло возле диванчика, глядел на ее поджатые ноги, подозрительно, как ей казалось, и, шутя, повторял ее слова. «Я раньше десятого не поеду». «Неостроумно», — брезгливо говорила она. Раз он сказал, тоже с легкой усмешкой, «Не помню, чьи это стихи. Как идет к вам эта бледность этих дней осенних бедность». Она подняла на него свои коровьи глаза и спокойно ответила, «Как идет к вам ваша глупость. Прошу вас даже требую не соваться десятого со своими услугами при нашем отъезде». Десятого он уехал в Москву утром, а перед вечером, когда старенький маленький князь и рослая, большеликая княгиня, уже одетые, с зонтиками в руках, сидели в опустевшем доме, из которого выносили последнюю мебель. Когда они покорно ждали выхода дочери, за домом кто-то вдруг радостно закричал что-то. Потом стопотом пробежали мимо окон в сад мужики, нанятые везти мебель в Москву, а впереди них какой-то резвый босоногий мальчишка. Из пруда за садом ее вытащили баграми только в сумерки. Трудом принесли в дом и положили мокрую, ледяную, тяжелую, с синим лицом, на голом полу в пустой гостиной, темно освещенной чьей-то кухонной лампочкой. Ночью шел уже ровный, затяжной, осенний дождь.